Рад вас приветствовать на своем канале по изучению основ Примауэра PISX. В данном видео я расскажу, как добавлять проекты, работы, VBS, а также удалять и корректировать их. В предыдущем видео мы рассматривали, как установить Примауэру. Приступим. Для начала запускаем Примауэру. Если на рабочем столе отсутствует герой Примауэры, то нажимаем кнопку «Пуск». Находим папку Oracle и выбираем иконку PISX Professional 21. Появляется окно для ввода данных. Вводим логин и пароль, указанный при регистрации. Загружается Примауэр. Если вы впервые после установки запустили программу или запускали, но не выбрали отрасль, то появится окошко с предупреждением о том, что не выбрана отрасль. В этом видео я тоже укажу, где выбирается отрасль, чтобы в дальнейшем окно не появлялось. Нажимаем в окне «Ок». Примауэра загрузилась. Появляется структура готовых проектов для разных сфер деятельности. Чтобы убрать всплывающее окно при загрузке, заходим в «Настройки». Далее «Административные настройки». Выбираем отрасль, в которой вы занимаетесь. Я выбираю проектирование и строительство. При выборе других отраслей могут быть небольшие отличия в названии единиц измерений и полей. Нажимаем «Закрыть» и в всплывающем окне нажимаем «Ок». Интерфейс программы состоит из трех основных видовых окон. Первое. Таблица представления с основными параметрами работ и проектов. Второе. Диаграмма ГАНТА. Тоже активное поле. Невозможно вносить или изменять данные. Третье. Поле характеристики работы, проекта, ячейки, которые дублируют часть колонок из первого поля. Для того, чтобы создать работы или ВПС, необходимо вначале создать проект или воспользоваться шаблоном. Для создания проекта возможно воспользоваться тремя способами. Первый. Иконка управления слева. Папочка с плюсиком. Нажать на клавиатуре клавишу «Инсерт». Нажать правой кнопкой мыши в первом окне и выбрать пункт «Создать проект». Запускается мастер по созданию проекта. В первом окне ничего не меняем. Нажимаем «Далее». Также в следующем окне тоже нет необходимости что-либо менять. Но я в идентификаторе напишу название «Пример» на английском языке, а в названии «Пример» на русском. В последующих окнах ничего не меняем и нажимаем кнопку «Далее». В итоге нажимаем кнопку «Окончание». Далее раскрываем строчку «Интерпрайс» и видим наш новый созданный проект «Пример». Нажимаем правой кнопкой на проект и выбираем «Открыть проект». Открывается пустой проект. Далее аналогично, как при создании проекта, возможно воспользоваться правой кнопкой мыши и выбрать «Добавить работу». Возможно клавиша «Инсерт» или иконка с плюсиком на панели управления справа. Также запускается мастер по добавлению работы, где мы можем поставить свои названия и другие параметры работы. Также в параметрах ничего не меняем и нажимаем «Далее» до окончания. В итоге появляется работа с датой начала проекта и длительностью 5 дней. В диаграмме Ганта при наведении курсора на строчку с месяцами можно менять масштаб диаграммы. Добавим работу дальше. Мастер добавления работы нам дальше не нужен, поэтому ставим галочку «Больше не запускай». Название операции можно менять сразу в колонке. Также можно менять дату окончания работы. Длительность сразу отображается в диаграмме Ганта. Удалять работу, возможно нажав правую кнопку мыши и выбрать «Удалить» или иконка с крестика, находящаяся на правой стороне панели управления или через клавишу «Далять». В нижней панели «Своисть» также возможно менять длительность работы в вкладке «Статус» в графе «Исходная». В тяжелую колонку и икону заходим «СР». Новые пункты «СР» добавляются так же, как и работы. Можете сами попробовать. Это все, что хотел сказать по добавлению и удалению работ и проектов Primavera PISX. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...